Предприятие Оэл-Агро сейчас не просто завершает профилактику оборудования перед массовой осенней приемкой сырья, но и возводит новые помещения. Это стандартная подготовка к сезону, ежегодная, необходимая. За 7 лет мощность завода выросла более чем в 2 раза. А покупателями продукции Оэл-Агро стали не только регионы нашей страны, но и зарубежные потребители. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и даже Китай. Оэл-Агро полноценный автономно функционирующий комплекс по переработке подсолнечника. Его по праву называют одним из крупнейших заводов в своем направлении по Самарской области. Здесь порядка 8 гектаров земли у нас есть по территории смотреть. Складово у нас на сегодняшний день 25 тысяч хранения по подсолнечнику. К концу выйдем на 35 тысяч хранения. Когда-то речь шла о небольшом предприятии, сумевшем минимизировать за счет технических решений расходы на энергоресурсы и давшему работы 30 местным сельчанам. А сейчас здесь трудится 140 квалифицированных работников. Есть вопросы с кадрами, и поэтому нужно привлекать кадры. Для них мы покупаем квартиры, дома. В перспективе будем строить дома для них уже. Так что вот в этом направлении двигаемся. Сюда, начиная с сентября, тянутся караваны грузовиков, заполненных семечками из нескольких регионов. Здесь из местного и привозного сырья производят качественное прессовое и рафинированное дезодорированное подсолнечное масло. Из Сельдьевского района поступил неплохой объем. То есть были посеяния ранее спелые сорта. Нам очень понравилось, хорошего качества. Будем дальше это практиковать. Ну и сегодня 10 тысяч спокойно заходит каждый год. Складские мощности предприятия уже позволяют вести круглосуточную заготовку сырья в объеме 500 тонн в сутки. Но на этом мой лагерь решили не останавливаться. И летом 2020 года на территории завода появились три новых огромных ангара для складирования семян подсолнечника. К ним в течение ближайшего времени присоединятся еще два таких же сооружения. Так в предчувствии сезона проводят сентябрь мощное современное предприятие. Екатерина Реснянская, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Продолжение следует...